Всем привет, с вами Эд. Сегодня у нас на обзоре Godox MS200. Попробую вам что-нибудь про нее рассказать. Короче, эта вспышка стоила 5700 рублей. По-моему, я проверю. У вас будет тут картинка, сколько она стоила. В чем прикол? Эта вспышка была на момент покупки мною этой вспышки дешевле, чем любая другая вспышка, которую можно купить в разумных пределах. Например, Godox с пилотным светом, который вот у нас тут присутствует, собственно, таким вот образом он выглядит. Со встроенной радиосинхронизацией, да, она проводная, и с уменьшением мощности до 1.32. Вот, если вы посмотрите, видите, 1.32, а потом хоп-оф. Сегодня я вам расскажу про эту вспышку, какие у нее примерно характеристики и кому она может быть полезна. А в следующем видео я сделаю прям очень-очень подробно, сравню ее кое с чем, проведу тесты, именно тесты этой вспышки. Сейчас мне хочется просто снять вам обзор, а более подробные тесты, блин, я только что записал на 20 минут видео. И вот это тоже можете посмотреть. Я забыл включенным пилотный свет, и у меня расплавился колпачок. Поэтому я хочу это видео все-таки уместить хотя бы в 10 минут, и все подробные тесты, проверяйки и все остальное, и ответы на ваши вопросы, которые вы зададите в комментариях к этому видео, и ответы на те вопросы, которые уже нас задавали очень много у меня в Инстаграме. Эдуард Жуков, подписывайтесь. Я сейчас вам примерно накидаю, то есть там будут сравнения, будет проверка стопов, как она отрабатывает стопы, будет проверка заморозки движения, возможной с этой вспышкой. Но сразу говорю, не обольщайтесь, эта вспышка супер бюджетная, за такие деньги только Speedlight можете взять для того, чтобы замораживать движение. Никаких моноблоков с пилотным светом и от розетки не существует, которые могли бы замораживать движение в этой ценовой категории. Я вообще вам скажу так, очень мало моноблоков существует в этой ценовой категории. То есть за цену там Speedlight, дешманского, китайского, вы получаете уже моноблок, который по функционалу очень подойдет тем, кто не хочет его возить с собой. А еще она настолько... Ну ладно, ладно, все. Следующее видео будет супер подробным, если вас заинтересовало это. Если вы смотрите, когда оно уже вышло, то вот в том углу далеко, вот там вот будет у нас уже ссылка на то видео. Обязательно свои вопросы сейчас успевайте задать до того, как я его снял. И давайте поехали. Конструктив. Понятно, что вообще в принципе пластиковый корпус... Давайте свет выключим, он очень горячий, это галоген. Очень маленький корпус, очень. В сравнении даже с AD600 супер маленькая вспышка. В сравнении со спринтерами от Falcon Ice и с Godox GS200, она чуть ли не в два раза меньше, а весит она больше, чем в два раза меньше. Эта вспышка реально легкая, мне кажется, она весит даже меньше одного килограмма. У нее галогенная лампа пилотного света на 150 ватт, лампа, собственно, кольцевая вспышка на 200 джоулей. Она проводная, все. Корпус пластиковый. В принципе приятный, но ощущается намного дешевле, чем AD600. То есть один производитель, но у AD600, конечно, посерьезнее корпус. За счет этого она очень-очень легкая. Она прям ни в какое сравнение не идет с теми вспышками, которые у меня до этого были. Она при этом не только легкая, но и очень-очень компактная. Я не знаю, вот у меня восьмой iPhone по длине, как эта вспышка. Даже для тех, кто хочет ее возить с собой на работу, нужно понимать, что она дешевая. И что если вы будете плохо к ней относиться, она, скорее всего, разобьется, сломается, покоцается и так далее. Но все у нее, в принципе, хорошо. Смотрите, металлический сердечник для вот этого крепления на стойку, это важно. Крепление на стойку у нас идет, во-первых, тут хорошая достаточно крутилка, я такие люблю. Оно идет с трещоткой, я объясню почему. Потому что пластик и пластик не могут держать тяжелые софты, если нет трещотки. Если трещотка есть, спокойно все это затянули, как следует. И сможете повесить вообще практически любой модификатор света, никаких проблем с этим не будет. Очень удобная ручка. Мы с Кириллом это обсуждали. После AD600 ручка, конечно, колоссально удобная. Можно наклонять и поднимать вспышку. Еще ее очень хорошо будет устанавливать на журавль. Ну, если кому-то надо. Дешевле стало и вот это крепление. В принципе, там металлическая шайба, но пластиковая. Вот это вот все, это все пластик. Кнопочка тоже пластиковая, но она есть. Это очень удобно. У, по-моему, спринтеров не было такой штуки. Или у годоксов каких-то. Короче, позиционирования вот этой рукоятки где-то в каких-то вспышках не было. Это очень важно, когда вы собираете ее в сумку. Не знаю, насколько вам видно. Короче, крепление для зонта с зажимом металлическим. Вы просто зонт вставляете, никакого закручивания нет. С одной стороны, это вроде как плохо, потому что, о, нет, зонтик улетит. С другой стороны, улетит только зонтик. А вспышка, возможно, останется стоять. Зонтик из нее вывалится. И вспышка не разобьется. Я разбивал Speedlight Sigma DG ST чего-то там. Супер. На свадьбе просто поставил ее с зонтиком на высокую стойку. Фоткал, фоткал. И потом все замерли в ужасе, потому что они за спиной меня увидели падающий зонтик. Это не очень приятно, поэтому хорошо, если это обезопасит. Но вряд ли тут это для этого сделано. Это сделано, скорее всего, для удешевления конструкции, опять же. Короткая вот эта штука. С одной стороны, ну а нафига она нам какая-то сильно длинная? С другой стороны, не знаю, почему так сделали. У AD600 она типа вот такая, как рукоятку. Может быть, у AD600 она такая, чтобы AD600 можно было использовать как рукоятку. А так как это вспышка проводная, то нафиг ей козе баян. Вроде все рассказал про корпус. Про комплектацию. Короче, к ней идет очень хороший, очень толстый провод. Провод меня прям очень порадовал. Я уже отвык, конечно, от вспышек проводных. Потому что AD600, потому что Godox TT350. И как-то у меня это все уже из виду ушло. Но если вы покупаете проводную вспышку, и у нее плохой провод, это прям вообще плохо. У этой провод хороший, и это очень хорошо. Дальше. Быстро-быстро пробежимся с вами по функционалу. Так как в ней уже встроен радиосинхронизатор, здесь есть группа и канал. Группу можно переключать единоразовым нажатием, можно крутить крутилку. У меня она на группе A стоит. Все. Дальше, если долго удерживать, то начнет мигать канал. Каналов тут, собственно, много. Причем есть индикация каналов для старого синхронизатора. Не знаю, кому это будет интересно или нет. Но это есть. Если у вас старый синхронизатор, вам очень повезло с этой вспышкой. Дальше. Есть слейф-1 и слейф-2. Это по оптическому импульсу. Да? У нас светоловушка есть. И S1 срабатывает сразу. S2 пропускает предпых. Это когда оценочный идет, типа, вы на мыльницу какую-нибудь снимаете. Она два раза запускает вспышку. Сначала оценивает освещенность, а потом уже выдает мощность. Соответственно, эта вспышка может пропустить этот оценочный предплых. И все будет хорошо. Есть, естественно, звук, как можете слышать. Есть пилотный свет. Пилотный свет. Есть проб. Это proportional. То есть мы добавляем мощность вспышки. У нас добавляется яркость пилотного света. Есть в процентах. Вот это 5%. И поехали изменения. Так. Нажали внутрь. И поехали изменения по 5% добавлять. Вот 100%. 70, 45, 25, 5. Все. В этом случае, когда у вас проценты, вы регулируете мощность вспышки. Потом нажимаете внутрь крутилку. Регулируете мощность пилотника. Нажимаете. Регулируете опять вспышку. Смотря что у вас мигает, то вы и регулируете. Ну, если не мигает пилотный свет, значит регулируете вспышку. Есть синхронизация также для старых приемников. Например, 433 МГц. Как у спринтера Falcon Ice. То есть прям от Falcon Ice спринтера приемник подойдет вот сюда. И будет управлять этой вспышкой. Но какая проблема? У этой вспышки, вернее, проблема спринтеров. Спринтеры, у них мощность идет тут 5.0, 6.0, 7.0, типа 7.5, 7.5, 8.0. У этой идут нормальные дроби. Я раньше не очень любил дроби на спидлайтах. Типа думал, что вот как-то не похоже это на студийные вспышки. А оказалось, он совсем наоборот. У спидлайтов все логично. То есть вот это 200 делить на 32, это ваша мощность. 6.25 джоуля. Если 200 делить на 1, это 200. 200 джоулей. Если делить на 2, соответственно 100 джоулей. Есть еще синхронизация по проводу. Не знаю, насколько кому это надо, но окей. В чем главный минус этой вспышки даже относительно Falcon Eyes спринтеров и годоксов GS200? При уменьшении мощности у нас начинает мигать лампочка тест. Кнопка тест. Я думаю, что многие догадались почему. Кто не догадался, я сейчас объясню. Кнопочка тест мигает, потому что сейчас вспышка нам показывает этим индикатором, что она заряжена. Она вспыхнет мощнее, чем у нас указано здесь. Если я сейчас начну поднимать, в какой-то момент лампочка начнет гореть. Это будет значить, что вспышка настроена на ту мощность, которая показана на экранчике. Если я уменьшу, она опять начнет мигать. Если я ее нажму, в следующий раз она зарядится до той мощности, которая указана. И это работает только на минус, то есть когда вы убавляете мощность. Это такой нюанс, о котором если вы помните, если это единственная наша вспышка, вообще никаких проблем. Если у вас две таких или три таких вспышки, это тоже небольшая проблема. Вы будете помнить об этом. Но Godox D600 меня уже расслабили в этом плане. Я за это не запариваюсь. У меня идет сброс мощности каким-то другим путем, не через лампу. У меня были до этого вспышки, которые самопроизвольно вспыхивали. Вместо того, чтобы показывать индикацию, они просто делали сброс мощности через лампу вспышку. И следующий кадр делали нормальный. Здесь нужно сбросить. Насколько это плохо, судите сами. В принципе, в настолько бюджетной вспышке, которая спокойно управляется нашей прекрасной системой. Вы видите, да? Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Кстати, из-за того, что у меня опускатель по третьей стопа поднимает, здесь тоже поднимается по третьей стопа. Это прикольно, на самом деле. TTL, естественно, в этой вспышке нет. High Speed Sync в этой вспышке нет. На это рассчитывать и не стоило, собственно. Крутая мануальная вспышка со встроенным радиосинхронизатором. Супер дешево. С одним небольшим минусом в плане вот этого вот изменения мощности и не сбрасывания ее через какие-то каналы. Ну, вот и все. Проблема решена. Ссылка на эту вспышку будет в описании. Задавайте свои вопросы, которые хотели бы еще узнать про этот прибор. Кстати, еще есть внутреннее охлаждение. Вот так вот оно звучит. А я бы вам хотел сказать, почему. У меня есть новые сарамоники, на которые тоже скоро будет обзор, а потом супер-пупер тест. Короче, я кайфую. Это радиопетличка. Не буду. Нет, ладно. Сейчас будет смертельный номер. Я надеюсь, что она переключилась. И я сейчас говорю вот в эту штуку. И вы меня слышите. И дам вам послушать. Дам вам послушать эту вспышку. Уж не знаю, насколько она громкая. И сейчас попробуем еще раз. Получилось ли? Не знаю. Надеюсь, что да. Пишут, что вроде да. Какой вердикт? За эти деньги? Классно. Как первая вспышка? Хорошо. Убавляется сильно. Встроенная радиосинхронизация. Очень дешевая. Очень компактная. С нормальным пилотным светом. Если у вас еще нет вспышек. Или если у вас есть спидлайт. И вам хочется уже перейти на бюджетный моноблок. Если у вас есть спидлайт от Годекса. И уже система синхронизации. Это вообще вам флаг в руки. В принципе, вот. В комплекте был вот этот защитный компакт. Который я растворил просто с помощью пилотного света. В комплекте был очень хороший провод. Было два предохранителя. И все. Мятая коробка. Почта России. Все, как мы любим. Я очень рад вас всех снова здесь видеть, слышать. В смысле, я вас не слышу и не вижу. Но вы видите и слышите меня. Обзор сороманников будет. Супер-мегатест Годекса MS200 будет. Если вам понравилась эта вспышка, покупайте. Кто купил по ссылке ниже. Тот купил у того же продавца, у которого покупал я. Не переплатил больше, чем это стоит на ebay. То есть, это не с подвохом ссылка. Но при этом поддержал канал. Потому что там какие-то копейки мне за это пойдут. И я что-нибудь еще закажу. Заказал я эту вспышку только для того, чтобы ее обозревать для вас. В принципе, я пока обхожусь без проводной вспышки. То есть, беспроводными вспышками. Так что, вы знаете, что делать. Подписывайтесь на канал. Ради этого. Потом обзора и все такое. В общем, кто-то до конца досмотрел. Я сейчас прихожу в себя. Нога уже потихоньку шевелится. Поеду в магазин. Куплю все, чтобы делать фон. Сделаю вам фон. Сделаю видео о том, как делать фон. Поснимаю на том фоне, про который сделал видео, чтобы сделать фон. Выложу. Обещал. Сделаю. Просто эта вспышка. Еще нет ни одного обзора на русском. И всего два, по-моему, обзора на английском. Так что, наслаждайтесь. Горячие пирожки. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok